Итак, продолжим. Открыли сайт, ввели туда свои данные, получили натальную карту. Сетка домов выстроила 12 домов. Каждая планета, попадая в свой дом, в какой-то дом из вашей натальной карты, начинает обладать какими-то свойствами, влияниями на вашу жизнь. То есть, условно, картошка, попадая в суп, делает его более сытным таким-то. А картошка, попадая в салат, делает его... В общем, смысл немножко вот такой. Кто-то там ассоциирует девушку с платьем. Сегодня в одном платье, завтра в другом. Кто-то еще с чем-то. То есть, это всегда разное. Планета, какую возьмем? Давайте Плутон возьмем. Мой любимый. Плутон отвечает за большие деньги, чужие деньги, в том числе кредиты и так далее. За кризисы, за власть, за смерть. Ну, это основные вещи. И попадая в разные сетки домов, в разные дома, делает ту или иную сферу жизни под своим влиянием. Вот. Так, наверное, корректно будет. Ну, например, попадая, например, во второй дом, дом, который отвечает, в первую очередь, за доходы, за творчество, да. Плутон начинает присасывать чужие деньги. То есть, вы буквально получаете большие суммы, а потом их куда-то расходуете. Расходуете скорее как перенаправляя. То есть, в моем случае это получилось на благотворительность, на покупки билетов, там, траты большие, да, потому что я на другом континенте был. Вот. Но это именно другие чужие большие деньги. Это тоже нужно понимать. И вот вы, как бы, вы становитесь управителем чужих больших денег. К примеру, да. Например, если что еще? Ну, не знаю. Например, если Венера выпадает в третий дом. Скорее всего, у вас будет младшая сестра. Это и есть астрология. И так она работает. То есть, в первом случае я вам рассказал пример релокации. Да, когда мы поменяли место, и у нас по-другому начался работать финансовый дом. Ну, дом доходов. Второй дом. Во втором случае я вам рассказал натальный пример. Да, когда вы родились, и у вас сразу Венера оказалась в третьем доме. Это значит, что у вас там младшая сестра, скорее всего, будет. Вот. В общем и целом примерно так. Смотрите, астрологи выявили, ну, опытно-экспериментальным путем, да, с учетом навыки, с учетом множества собранных данных, что в каждом доме та или иная планета ведет себя, естественно, по-разному, и какие-то дома ей нравятся, какие-то нет. Это называется дома, как это, дома владения, падения, экзальтации и изгнания. Я не буду сейчас говорить, какая планета, в каком доме считается, как. Это вы можете вот открыть в интернете, в Яндексе и посмотреть абсолютно все. Просто приведу пример. Например, Плутон, находясь в пятом доме, фактически получает карт-бланш. В каком-то смысле. А что еще стоит отметить? Ну, то есть, это его экзальтация. Экзальтация есть и по домам, экзальтация есть и по знакам зодиака. Здесь двойное как бы идет, потому что у каждого, у каждого, у каждой планеты, да, соответственно, свой, свой дом покровитель. Ну, в принципе, да. Ну, соответственно, приведу пример, да. Две подружки любят ходить друг к другу в гости. Это, например, Уран и Сатурн. А Сатурн и его основной дом – это 10-й дом и Козерог. У Урана это 11-й дом и Водолей. Соответственно, если они меняются местами, в принципе, они, вот, как к соседу сходить, пополтать за чашкой кофе. То есть, вот, в одни ясли ходили, в один детсад, в одну школу, да, вот, вот, просто так вот. Еще пример приведу. Что такое вообще экзальтация, например, да? Экзальтация считается наилучшей формой проявлений. Но как это вообще выглядит? Представьте, что вы в свой дом, да, вот, там, тот же самый Плутон возьмем. Плутон любит находить его основной дом, и это 8-й, и Скорпион, соответственно. Вот. И что вы пригласили гостей, да, пришло 12 гостей. Кто-то там забился в уголочке, в падении, кто-то там в изгнании, да, в Водолее, Водолее с тельцом, вот. А тут лев, и он идет, и так вот, 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 как Путин. Вот это вот Плутон во льве. Вот нравится, не нравится, а вот мирись, пока истохнет. И вот до кризиса довел и страну, и мир, и все остальное, и вот вам экзальтация. Экзальтация. Хочешь, не хочешь, а мирись, да? Это действительно как, знаете, как будто человек среди всего хора начинает просто вот петь фальцетом. Вот так вот. Это экзальтация. Вот ты больше никого не услышишь, только вот это вот. Это и есть экзальтация. Ну и, собственно говоря, так у каждой планеты. У каждой планеты. Так. Значит, смотрите, у нас еще может как получиться. Когда мы систему домов выстроили кох, у нас получается, что дом начинается в каком-то знаке. И ему тоже какой-то знак нравится, а какой-то нет. Например, первый знак, асцендент, любит находиться в овне. Это факт. В рыбах он, например, находиться внизу, бит. То есть у меня асцендент в рыбах, например. Да, то есть я внешне не проявлен сильно. Так, темная лошадка какая-то, да. Темная лошадка, у которой куча благодарностей из Министерства науки Российской Федерации, из Администрации Президента, у которого куча разработок, научных открытий. А как я его вижу? Бомжуй, темная лошадка. Ну, это... Там сложные аспекты у меня в натальной карте. Но просто факт-факт. Ну, это не значит, что там соседние, они всегда будут такими. Нет. То есть, если, например, у вас 10-й дом выпадает на водолея, это не так уж плохо. Ну, потому что Уран с Сатурном, да, как я уже говорил, они как две подружки, которые другую руку входят в гости. Потому что Сатурн отвечает за карьеру, за жесткость, за планомерность, за четкость, за иерархию. А Уран, он отвечает за науку, за прогрессию, за технологическое развитие, за открытие. Уран считается высшей формой Меркурия, кстати. Что касаемо планет в целом, у нас есть личные планеты. Ну, по классике астрологии, к личным относятся Солнце, Луна. Ну, они не совсем планеты, но в астрологии они называются просто планеты. Это объекты вообще Солнечной системы, если уж так говорить. Короче, Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс и все. Это личные планеты. Кометы мы не берем. Они просто считаются как такими ангелочками, либо ангелочками, либо нимфами, либо сатирами. Что-то типа того. Которые могут, ну, троллями какими-то мелкими, да, которые могут либо подгадить, либо наоборот подфартить. А есть высшие планеты. Юпитер относится к высшим планетам. Запомните, Юпитер относится к высшим планетам. Хоть по классике он идет к личным, фактически нет. Юпитер относится к высшим. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, ну, Плутон тоже в астрологии считается за планету. Хоть это и планетоид. Они считаются высшими и, соответственно, влияют больше на массы. Это сложно объяснить. Проще будет понять, если я, например, приведу такой пример. Квадратура к Марсу. Классический пример. Квадратура к Марсу может, например, сделать ножевой порез. Сам взял нож, нож выпадает из рук, делает порез. Насколько глубоко это уже, кстати, зависит от вас. То есть, астрология никогда не сделает все сама. Она может подстроить, направить, помочь, либо там поставить кучу препятствий. Но мое решение пойти записать видео. А ваше решение посмотреть или лайкнуть, или оставить комментарий или нет. Понимаете? Квадратура к Урану, например, или оппозиция к Урану, может дать электрический ток. Ну, просто случайно прошел, там, я не знаю, задел рукой, да, там, какой-то провод, да, и в тебя токон шандаравну. Это я условные примеры даю. Конкретно все аспекты вы, опять же, можете найти в интернете. Я не буду сейчас приводить просто все. Их очень много. Это огромные базы. Эти базы, в том числе, противоречивые. Там нужно разбирать все вот по полочкам. Не все даже астрологические школы дают нормальную информацию. Вот я вам честно скажу. Мне нравится больше вот понимание самих планет по мифологии. Опять же, кто такая, например, Венера? Венера равно Афродита. То есть в Римской это Венера, в Греческой, в Дренегреческой это Афродита. Богиня любви. Капризная, красивая, любит изысканность. Венера. Кто такой Меркурий? Гермес. Быстрый посланник. Что-то передал, что-то сказал. Считается торговцем. Это Меркурий. Меркурий отвечает за речь. Ну, торгуется без речи. Кто такой Марс? Воитель. С ножом, с кинжалом, с мечом. Быстро-быстро. Ну, Юпитер громовержец. Юпитер равно Зевс. Да, то есть, тоже мы знаем уже из мифов Древней Греции, Древнего Рима, что они сами себя представляют. Очень интересная скульптура, например, в древнеримском храме, в одном Сатурна. А Сатурн – это старик, статуя сама, скульптура. У него одна рука превращается в младенца, а младенец своей рукою, свою руку запихивает в рот старцу. Вот в этом и абсурд Сатурна. Это считается самая такая из ряда мозг, выносящая планета, скажем прямо. Насколько она логично, разумна, вот не факт вообще. Она, наверное, одна из самых красивых просто, вот астрономически. Потому что кольца Сатурна – это вещь шикарнейшая, мне кажется. Так, что еще хотел сказать? А, например, пустые дома. У вас может так получиться, что какие-то дома перегружены, какие-то дома пустые. Я вам скажу, что пустые дома немножко и облегчают вам действия в данном плане, и в то же время не дают их в какой-то степени полностью. Например, вы можете… Ну, например, 12-й дом отвечает за переезды между странами. У вас там гармоничный 12-й дом, например, да, но он пустой. Можете вы переехать в другую страну, жить. Ну, там, поехать отдыхать – это вообще одно дело. А жить вы можете поехать? Можете. Можете даже умудриться на 20 лет уехать, а потом вернетесь. Вот так вот. Это, знаете, как вот в 90-х, да, вот это вот… Новые русские уезжали, да, там, в Америку. Потом приезжали такие вот к березке российской и поплакать. Вот что-то типа того. Дома у нас, соответственно, получаются разных размеров. Мало того, что как бы дом начинается с какого-то конкретного знака зодиака, который нравится или не нравится, да, то есть мы уже об этом говорили. А он может еще, например, быть большим сам дом и включать в себя два или полтора или два с половиной знака. Что это значит? Ну, то есть, условно говоря, асцендент выпадает на Овна, в самый конец, например, 25 градусов где-то, да, 25 градусов Овна из 30, и захватывает еще Тельца и Честь Близнецов. Вполне реальная картина для России. Что это значит? Что соуправитель, то есть управитель у первого дома будет Марс, как управитель Овна, но также будет соуправитель Венера, как управитель Тельца. И еще чуть-чуть Близнеца, то есть Меркурия. Чуть-чуть, да. Ну, кто-то вам скажет там, да не будет Близнеца, не будет Меркурия, но нотка все-таки останется. Вот чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Значит, оно будет в третьем значении, в абсолютном, очень мелко, но Меркурия чуть-чуть будет, вот, как соуправитель. И тоже будет влиять, кстати. На ваш сын нет. Так. Смотрите. К чему я, в принципе, вот, хочу тоже немножко народ подвести. Меня рожали так, скажем так, по астрологии, да, что, ну, плохо-плохо, ну, честно. У меня сетка домов, гармоника отрицательная. То есть у меня диссонансы, да, диссонансы одни. То есть если мы, например, там откроем какой-то сайт, построим натальную карту и посмотрим гармонику, то есть насколько гармонично расположены планеты в домах, дома в знаках, планеты в знаках, мы увидим, что где-то ему нравится, где-то не нравится, как я говорил, да, это и есть гармоника. Гармоника может быть положительной, может быть отрицательной. У меня отрицательная на большей части планета. Я еле-еле так по релокации выявил, где у меня более-менее ноль. Это не значит, что, скажем так, из-за гармоники моя жизнь ужасна. Нет. Именно там, скорее, значения будут влиять, какая планета выпадает в какой знак, и какой дом выпадает в какой знак, и такая планета в каком знаке. Релокация это тоже меняет, то есть изменение местонахождения на земле. Но гармоника, она добавляет именно ощущение, вот знаете, в своей тарелке. Если вы всю жизнь жили с положительной гармоникой, вы можете почувствовать еще лучше. То есть, например, у вас вы родились в какой-нибудь там, я не знаю, в Москве, в какой-нибудь Москве, и у вас гармоника плюс 50. А вы переезжаете в Питер, а у вас там плюс 100. И вам нравится город. И город-то никакой. Потому что Лиговский проспект зимой, это просто тропинка, а не проспект. Для пешехода вообще там невозможно находиться. Большинство домов просто разваливаются в центре города.